тут я а 11 минут будет и ты мне сейчас ролик извините хотел просто сказать 56 с лишним минут парился я делал о периоде с хрущева со слов родителей дедушки бабушки старших братьев и два просмотра уже час что ли прошел больше часа полтора час два просмотра ни одного лайка и тут я казахским братьям с благодарностью обратился только-только ролик мой появился уже два просмотра два лайка и чё теперь извините кому я буду служить вот скажите если я татарин а татарин хитрый бывает как вы думаете вот я думаю все таки я сказал же когда я еду в родное село я первую очередь еду к казахам потому что они как сказать в лицо говорят и ты чувствуешь вот если он к тебе ты допустим вовремя приехал в родное село ты заслужишь уважение ты эту уважение почувствуешь если ты недостойное это уважение то у казахов ты увидишь как тебе это относится у нас у татар дипломатии какая-то она иногда хорошую службу может сослужить не зря же у нас в афганистан там послали первого секторя татарского обкома тогда табеева в афганистан он там говорит когда читал куран и все горит там ночью произвел фурор это дипломатии и раньше когда россия они ехали всегда куда-то на восток торгово по торговым делам всегда татар с собой брали потому что татары умели дипломатично все разрулить и вопрос решить потому что там доверие возникало больше к ним за то что они куран знают они что мусульмане они тагарат делают они стараются соблюдать заповеди шариата и прочее 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 поэтому что хочу сказать дипломатическом плане татары конечно да но я приезжаю в село и месяц дипломатии нужна я хочу знать как чтобы мне думают как ко мне относится и вот там сидим я книжку выпустил про родное село татары вы не сказали а там я казах похвалил и они начали пока не то что похвалил я там правду сказал что это земли казахские были дедушка говорил наш из профиль что как сжигали их юрты и вот значит камни все эти фотографии дал и все сказал кому-то нравится кому нет что-то скажет обостряет мне как соседнем село одни сказал это провокация когда я значит начал казах хвалить ну называть как хотите единство что эта книга когда пошла и я вот что хочу сказать там просто я продавал ее неожиданностью было для казахов и потом я сижу в гостях она мне говорит вот дескать почему это татарин значит вместо того чтобы дарить эти книги но для казаха это нормально для татарина который два года над книгой работал и даже временами голодал потому что денег не было и потом еле нашел средства даже родной брат не помог мне богатый такой коммерсант не помог деньгами чтобы выпустить книгу и когда я в социальной сети в интернете написал что вот я по 300 рублей буду эту книгу продавать племянник один там разразился вопросом а почему так дорого 300 рублей понимаешь цветная бумага финская и цветная книга вся исследование мои я ему написала ты попробуй книгу напиши он написал скоропалительно к твоему приезду дяди я две книги выпущу ага выпустил он по статью написал это как у нас и в нашей редакции когда-то я стоял и подошел директор типографии и говорит а что это самый у тебя норма строк не выполняется игру не получается у меня он горит я бы на твоем месте за одну ночь всю газету написал бы и вот проходит где-то какой-то полгода и у нас субботник коммунистический этот директор типографии звонит нашему ответ секретарю говорит вы бы написали заметочку о том что мы тоже субботник провели что там заметочки это с точки зрения журналисты это знаете пяти или трехминутный трехминутные дела там 5 минут там 15 20 25 строк написать как это плюнуть расплюнуть и вот оказывается этот директор а мне значит ответ секретарь позвал и говорит сходи ты к ним они вот не могут написать они оказывается полчаса или час сидят директор с высшим образованием главный инженер с высшим образованием главный бухгалтер и не может 15-20 строчек написать о том как у них типографии прошел субботник и этот мне еще заявляет я бы на твоем месте за одну ночь всю газету бы написал но этот племянник тоже оскоромился так значит вот он я бы твоим приезду дяди две книги выпущу и вот и мне хачапа говорит журцелей да значит а чё он я значит не не дарит а а у меня дарить то и мало казахов там много и заслуживающие люди несомненно есть и вот и вот значит почему он ее не дарит а продает а как мне объяснить мне обратной дорогой даже денег не будет меня родители уже нету из жизни ушли братьев там не осталось практически и что я теперь должен мне сытно у казахов это как-то где-то все равно находят деньги они где-то всегда даже когда к ним гость приходит бешбармак надо а барана нету они где-то находят как отец наш шутил я не знаю как казахские братья воспринят шутку но горит короче я эту шутку его подсокращу и скажу что казах всегда вывернется и найдет барана для бешбармака догадывается каким образом это делается так вот что хочу сказать по этому поводу хачапа сказал и журцей райда а чё он там ее бесплатно не раздает как раз сархат был после свадьбы и они мне начали книгу раскупать я грох а кто качапа все-таки можете сказать но она и не ловко стала но потом все таки она поняла что лучше честный быть сказать потому что как бы получается что как бы она сама значит придумала якобы а она всегда справедливо было отец все время хвалил за трудолюбие за порядочность за честность я и тогда вот приезжал в прошлом году говорю хотя бы отец наш очень вас всегда хвалил очень поэтому я к вам пришел знаю что от вас подвох нет вы честный человек и вот она сказала вот такой-то такой-то назвала человек там очень неуважаемый не совсем уважаемый там он хотел мулой стать и даже когда вот я был на куран читали барашка ели у одного моего сельчанина мы в детстве даже немножко дружили и вот сидим мы у него и даже каждому дали почитать и вот этот дуга почитал ну по-казахски бота короче бота и этот я пришел в казахской тюбитеки а мой брат который мулой значит избрали значит он хотел этот казах сам мулой стать но казахи воспротивились и моего брата у которой знаний меньше мулой мулой избрали и вот значит этот казах сидит и бота говорит на татарской на казахском то языке на казахском и потом этот брат говорит ты сходи к нему попроси этот бота на казахском потому что меня зовут казахские семьи вот я как мула когда звали мне в в селе родном. Я на казахский не мог, поэтому по-татарски бота читал. И вот они, значит, говорят, бота на казахском для него выпросили. Я пошел выпрашивать. Он книжку дал, тетради дал, и там я читаю на татарском даже у него текст. Он специально готовился, чтобы по-татарски даже сидеть и бота говорить на татарском языке. Вот. И вот этот человек неуважение вызывает. Он сидит на садака, обязательно старается настроение людям испортить, но зная, что вот может, я уж когда он там резко что-то кричит, говорит, оскорбляет людей, мы все сидим, молчим, потому что ну нельзя там превращать базар это, да, как бы там уж не складывалось отношение с кого-то, кому-то, нельзя. И вот она говорит, он сказал. Я говорю, а вы ему передайте, пусть он вот рубашки шьет и бесплатно раздает. Это же не предмет первой необходимости. Это если бы я хлеб испекал, и у людей денег не было, и он сказал бы, дай, пожалуйста, бесплатно хлеб. А книга эта не хлеб. Я должен бесплатно раздавать. Но я так понял, что я удовлетворил мой ответ. Вот. А я обещал, значит, апассионарность казахского народа, но мне тут 11 минут всего должно быть через 2 минуты закончится. Это уже мне время. Поэтому я тут разворачивать не буду. Пока любоваться буду просмотрами количеством и лайками. И они, если мне вдохновят, я апассионарности казахского народа, который дает основание надеяться или быть уверенным у казахского народа великое будущее, у казахского народа впереди все будет прекрасно. Я об этом скажу еще, наверное, тогда в четвертый или какой пятый, что ли, часть будет. Я не знаю, должно быть пятый, да. Пятый ролик будет, да. Там, наверное, скажу. Раз, два, три, четвертый, вот этот четвертый, что ли, ролик. Я путаю. Ну, в следующем вообще выпуске. А пока рахмет. Спасибо за внимание. Когда будет у меня большое количество народу смотреть, еще больше подписки и прочее, я буду стараться некоторые из них на казахском языке проводить. Вот специально небольшие, но на казахском. И на татарском, естественно. А пока, извините, на русском вот я сделал. Так уж мысли скорее надо было облечь какую-то выразительную форму, озвучить. Поэтому вот я прибег к русскому языку. Все. Рахмет. Спасибо за внимание. Амам болонас.